Если бы мы искали человека, символизирующего путь русской армии в минувшем столетии, ее лучшие традиции, тяжелые дни и великие победы, одним из главных персоналей стал бы Федор Иванович Толбухин, сын Отечества, герой Первой и Второй мировых войн. Память о маршале Советского Союза Толбухине священна для его земляков. Поэтому первый музей маршала появился в Давыдовской школе после его кончины. Постепенно росло число экспонатов музея, появились стенды с материалами музея вооруженных сил и большой портрет маршала. Федор Иванович Толбухин поддерживал всегда тесные связи со своими земляками. Вот мы видим здесь портрет, который подарен колхозникам колхоз 13 лет РКК Федор Иванович Толбухин. Всю войну ушла переписка оживленная. Писали колхозники, писали школьники. Здесь вот после окончания войны ребята ему пишут письмо, что дорогой Федор Иванович не могли бы дать свое согласие на присвоение Андроника в школе, школа имени маршала Советского Союза Федора Ивановича Толбухина. И вот он пишет ответ. Дорогие ребята, я согласен на присвоение этого звания, но, конечно, прошу учесть, что это высокое звание. Я думаю, что вы не уроните это звание. В 1985 году в школе создается музей боевой славы, где значительная часть экспозиции отводится истории боевого и жизненного пути нашего великого земляка. В первом зале размещена богатейшая коллекция предметов труда и быта жителей нашего края. Во втором же 21 стенд и 14 витрин, рассказывающих о жизни и боевом пути маршала, хранящих немногочисленные, но ценные экспонаты, принадлежавшие Толбухину, и подарки посетителей музея. Кроме того, в зале имеется бюст маршала, созданный скульптором Тодоровым. Музей маршала Толбухина пользуется популярностью. Его с интересом посещают учащиеся школы Ярославского муниципального округа и города Ярославля. Музей маршала Толбухина.